Сахарный диабет не приговор. С этим заболеванием можно жить полноценно, соблюдая, конечно, некоторые правила. По назначению врача вовремя принимать лекарства, правильно питаться и заниматься спортом. Об этом сегодня говорила заведующая Бутовской амбулатории Елена Зинатулина, которая в рамках мероприятия, посвященного Всемирному дню диабета, подготовила для гостей обучающий урок. Отметила и важность прохождения диспансеризации. Диспансеризация направлена не только на выявление сахарного диабета, но она направлена на выявление онкологических заболеваний, на выявление заболеваний сердечно-сосудистой системы, артериальной гипертонии, серовровскулярных заболеваний, туберкулеза легких, онкологических заболеваний. Очень важные мероприятия и нужны, поэтому проходить диспансеризацию необходимо. В холле Дома культуры работала небольшая выставка, глюкометры. Специалисты рассказывали о приборах и помогали с выбором подходящего. А у соседнего стола можно было полакомиться вкусными джемами без содержания сахара. Здесь нет сахара. Вся продукция на сахарозаменителях. Полностью натуральный состав. Без красителей, без консерватов. Это очень вкусные джемы, как настоящие, только которые можно есть человеку с диабетом. В Ленинском городском округе интересы людей с этим заболеванием защищают члены общественной организации инвалидов-диабетиков, которую долгие годы возглавляет Елена Воробьева. На сегодняшнем мероприятии глава городского поселения Видное вручил ей сертификат на 50 тысяч рублей. Такой подарок обществу весьма кстати. От имени главы Ленинского муниципального района Валерия Николаевича Венцеля и Левантина я вас приглашаю получить сертификат на 50 тысяч рублей для исполнения каких-то проблем, которые у вас есть для решения задать вашего общества. Спасибо за работу. Вот наши главные помощники и ваши. Спасибо. Это, конечно, очень серьезное заболевание. Сегодня мы, Сейсакович, упомяну изобретателя инсулина, канадского ученого-физиолога Фредерика Бантика, который в 1921 году изобрел инсулин. Таким образом, благодаря этому великому человеку человечество получило возможность лечить этот недуг. Вишенкой на торте стал флешмоб, который собрал десятки любителей скандинавской ходьбы. Среди вовлеченных в мероприятие было немало участников программы «Активное долголетие». Под руководством инструктора они выполняли зарядку со специальными палками для этого вида спорта. Еще раз доказывая, диабет не приговор, а возраст не повод расслабляться. Вдох, выдох. Еще раз говорю. Вдох, выдох. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова